И опять барахлит телефон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Грузия выбрала нового президента, объявил Михаил Саакашвили. И оранжевый уровень опасности из-за урагана объявлен во Франции. Теперь подробнее об этих и других новостях. Подробности серьезного ДТП на западе Москвы сообщили в столичном главке МВД. Водитель БМВ у дома 6 по Багратионовскому проезду, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и следом на тротуар. В результате он сбил четырех человек, которые стояли рядом с остановкой, сказал собеседник РИА Новости. По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, водителя отправят на медосвидетельствование. Ранее поступала противоречивая информация. По одним данным, четыре человека пострадали, когда машина въехала в остановку, по другим людей сбили на пешеходном переходе. Грузия выбрала нового президента. Избиратели сказали свое слово. «Я хочу сказать всем, кто недоволен результатами, мы должны уважать любой выбор. Таковы правила демократии», — заявил Михаил Саакашвили. Согласно данным, Гзитполов победу со значительным отрывом одержал Георгий Маргвилашвили из «Грузинской мечты». На втором месте — кандидат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Давид Бакрадзе. На третьем — лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Голосования прошли в республике сегодня. Михаил Саакашвили, который дважды занимал кресло президента, по закону не мог баллотироваться в третий раз. Два филиала банка ограбили в Петербурге. Как сообщили в городском главке МВД, около шести вечера в одном из финансовых учреждений сработала сигнализация. Оперативники, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что входная дверь офиса вскрыта. Злоумышленники украли содержимое 12 банковских депозитарных ячеек. Примерно через час аналогичная ситуация повторилась в другом филиале этого же банка. На этот раз неизвестные проникли в помещение через окно и вскрыли 70 ячеек. Сейчас полиция устанавливает общую стоимость похищенного. Выясняются личности преступников. Оранжевый уровень опасности объявлен департаментом более чем в 10 департаментах Франции. Это связано с приближением урагана. Усиление ветра с северо-западной части Атлантического побережья страны начнется уже этой ночью. Как ожидается, непогода затронет весь север Франции. Скорость ветра будет достигать 110-140 км в час. Власти рекомендуют жителям быть осторожными и предупреждают о возможном падении деревьев, столбов электропередачи и рекламных щитов. В прибрежных городах уже сейчас существует реальная опасность быть смытым в океан. В ноябре, напомню, традиционно является во Франции началом так называемых «осенних бурь». Рэпера Криса Брауна арестовали по обвинению в драке около Белого дома. Об этом сообщает Рейтер. Отмечается, что певец напал на другого человека после конфликта. Второй участник потасовки также арестован. Возможно, это был телохранитель рэпера. Ранее певица Риана подала на Криса Брауна в суд с обвинениями в побоях, которые в итоге были доказаны. Эти и другие новости доступны на нашем сайте. В Петербурге завтра временами дожди ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем до 12 тепла. В Москве в понедельник также возможны осадки. В ночные часы до 9 градусов, в дневные до 13 выше нуля. Сейчас в Москве плюс 11, относительная влажность 92 процента, ветер западный 1 метр в секунду. Ничего не сделал, да? Только вошел. Входите, не бойтесь. Дребезги. Не выбросить ни слова из песни, не заменить, не забыть, нельзя наполовину быть честным, наполовину любить. А честность человека, убийца, в мозг шипы, а розами стрелит и стреляет в контуры лица, только бы видеть контуры цели. Выбор яйца пить или биться, и сделать следующий ход. Никто за нас не сможет родиться, никто за нас не убрёт. Глёдь головой и биться о стены поперёк твоей мать природы. Ни хрена там нет, кроме следа, в паутине вечной свободы. Мой бой, это мой бой, даже если моя связь не успеет опускай. Это мой край, и моя боль, вся моя боль в этом. Время не уступит дорогу, и с верностью мотыльками, от пролога до эпилога, лететь на свет маяка. И как река подобно праздновленье, с наглой правотою младенца, эго прёт сеной наступление, падавстве безумного сердца. Мой бой, это мой бой, даже если моя связь не успеет опускай. В этом мой край, и моя боль, вся моя боль, это мой бой, только мой бой. Даже если моя связь не успеет опускай. В этом мой край, и моя боль, вся моя боль в этом. Бой с самим собой, высотой порванной струной. Только мой бой. Бой с людской молвой, мечтой слепо, глухо, немою судьбой. Мой бой. Бой за слова, права, неправа, бой за право провести этот бой. Бой. Головой. Мой бой, это мой бой, даже если моя связь не успеет опускай. Это мой кайф, и моя боль, вся моя боль. Это мой бой, только мой бой, даже если моя связь не успеет опускай. Это мой край, и моя боль, вся моя боль в этом. Суеты и пыли, это мой, только мой. После мертвой песни, спутник дай головой. С ясным взглядом с лица, на чек-то молодой. День за днем, я готов, я продолжаю с тобой. Дорогие друзья, я вообще, ну, не обо мне речь сегодня, я не люблю женский вокал. Что наш, что не наш. Согласен, нормальный человек должен разговаривать. Везде бывают исключения. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях группа Слот, в очень таком странном варианте. Нуки. Привет. И директор, человек, который отвечает за бизнес группы Слот, Антон Дьяченко. Здравствуйте. Тут хороший такой разговор, знаете, был вот вне эфира. Я его передам, может, меня ребята побьют. Так, а мы когда там-то, там-то играем? Ну, тогда-то. На какие шиши мы там играем? Прекрасно! Лицо российского шоу-бизнеса. Преоткрыли. А я вам еще один секрет открою. То есть, это вообще наша кухня, Маяковская. Разумеется, у любого ведущего радиостанции, даже не музыкальной, мы не музыкальная радиостанция, есть куча знакомых музыкантов. Это хорошо. Это нормально, это нормально. Понятное дело, что вот ты приглашаешь музыкантов каких-то к себе в гости, в передачу. Ну, ты докажи, что ты приглашаешь людей не просто, потому что они твои друзья, просто кореша. Я на последнем собрании нашем, я не был. Я был с детьми со своими. Мой продюсер, Лена, была, разумеется, задали вопрос, а почему именно группа Слот? А я написал слова Лени. Потому что Игорь считает, что группа Слот одна из самых интересных и вот непафосно актуальных групп отечественной сцены. Вот так. Правильно считает. Вот правильно считает. Это я по-шорски гладил. По-другому вас, ребят, гладите, не хочется. У вас вышел новый... Здесь есть, конечно, пиар-повод. Вышел новый альбом. Человек, который приложил руку к его выпуску. Деятель искусств Кирилл Немоляев. Мне врал, что на презентации альбома «Шестой» вчера, по-моему, да, или когда? Вчера. Да, да, вчера. Было около тысячи человек. Врал, потому что их было больше гораздо. Ну, и скромности. Ну, конечно. Ну, все знают, все, кто знает Кирилла Немоляева, он очень скромный. Очень скромный. Да, да. Ну, как дошли до жизни такой? Значит, группа «Слот» существует 11 лет, по-моему. 11. Да, 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 правильно. Чуть больше уже. Ну, вообще, у нас как? Попса, если существует 11 лет, это уже выпущено 70 greatest hits, разумеется. Вот, у вас всего-то каких-то шесть альбомов, как-то по-буржуйски, непонятно, почему всего шесть. Вот, и вы абсолютно не телевизионные. То есть вы, ну, действительно, это очень хороший мировой уровень. И, собственно говоря, люди, которые с вами играли на одной сцене, это и «Бисквит», и «Корн», в общем. Ну, это нормально. То есть вы вместе с «Корном» на одной сцене. Я ничего не путаю. Вы с «Корном» же играли, да? Да, и с «Корном» тоже, если не «Бисквит», ну, с кем. Потому что в свое время группа «Сплин» выходила на разогрев группы, малоизвестной группы «Роллинг Стоунс». Вот это было ненормально. А вот когда вы «Скорн», нет, действительно, это нормально. Так а почему вы не телевизионные? А у нас есть музыкальное телевидение? Почему музыкальное? Знаете, вот, допустим, шоу Дэвида Латтермана, оно же не музыкальное шоу. А там Пол Маккартни берет, приносит свою пластиночку, об этом рассказывает. Ой, ты копнул. Давно было. У нас теперь совсем все иначе. Это плохо. Ну, это вопрос к деятелям нашим телевизионным. Я так и знал, что так ответить. Почему мы не телевизионные группы? Нет, вы же очень серьезно, на самом деле, вы занимаетесь своим пиаром. Я заходил к вам на сайт. Вот. У вас там, у вас куча логотипов в компании, с которыми вы сотрудничаете, да? Вот. Причем таких серьезных, как «Диджин», там, как «Тама», еще кто-то там. Ну, там много, да? В основном музыкальное оборудование. Ну, конечно, вот. А у вас вы эндорсеры кого-то или нет? Нет? Я лично нет. Ну, это ничего, микрофон что-то. Вот мне не дают микрофон никак. Ведется, приходится Шура покупать. Ну, у нас битарист-эндорсер, басист, барабанщик. Все укомплектованы полностью. Все, кроме вокалистов. Так вот всегда. Ну, зато вокалистам почти вся слава достается. Вот-вот. Вот поэтому так и происходит. Нет. К сожалению. Вы звучали, достойно звучали, допустим, в таком фильме. Но это еще без вас, по-моему, в «Мнуке» было. Да, если не вы в «Бумере», это же без вас, да? Да. Но там, на самом деле, инструментальный фрагмент. Кусочек. Маленький-маленький, да. Без вокалистов вообще. Но, тем не менее, да, то есть, казалось бы, уже время становиться практически культовой такой командой. Причем призов у вас куча. Призов, правда, идиотских. Я ненавижу слово «альтернативный». Альтернативный чему? Мы тоже ненавидим слово «альтернативный». Ну, вы же получаете же призы. И не раз получали, как «альтернативный» там. Альтернатив прайс какой-то. Да, «Рамп» был, когда существовал в нормальном виде телеканала «Ай-1», первый альтернативный канал. В нормальном. Там, знаете, ведущие чумовые работали. Игорь Ужеников, Сергей Минаев. Это чумовые ведущие. Вот, было такое дело. Вот, когда был этот телеканал, была у них премия «Рамп». Да я помню. Вот, собственно, ну, практически каждый год мы брали какие-то награды. Лучшие песни, лучший клип. Что там еще у нас было? Еще раз лучшая песня. По-моему, два раза лучшая песня. Мало того, вы же... Это даже называлось «Хит года». Хит года. В Буржуляндии. Двухкратный хит года. Да. В Канадах выкрутились там со страшной силы на радиостанциях, насколько я знаю, да? Да, было дело. Когда наша пластинка там вышла, радиостанции там в каком-то диком количестве подкинулись и действительно поддерживали нас. Мы даже удивились, какое там количество радиостанций там что-то было. Ну так вы удивляетесь, что вот сюда это не возвращается-то? Ну, просто мы недостаточный путь, может быть, прошли в этом направлении. Нет, ну что значит не возвращается? У нас целевая наша аудитория, это, собственно, молодежь, она загруппирована в интернете. Соответственно, львиную долю наших пиар-усилий мы пускаем в глобальную сеть. И, например, в нашей официальной группе ВКонтакте 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. Значит, ребят, я не подкалываю, честное слово, там в официальной группе ВКонтакте, там может быть 100 тысяч плюс один, если вы поправите одну букву в самом начале, там ложе есть одна, я вам скажу по словам. Вы по поводу ботов говорите? Не по поводу ботов, там в начале группы в шапке, я заходил в шапку, там орфографическая ошибка. Но это не вы писали, потому что у вас занимаются этим люди специально. Потом поговорим об этом. Интересный такой разговор. Не, я просто, я-то, я с вашим творчеством познакомился очень давно, мне Кирилл, не моляй, позвонил, говорил, слушай, ты слышал такую группу слов? Нет, говорю, Кирилл, ну откуда я? Я не слышал группу слов, конечно, откуда. Вот, я вас слушаю несколько лет, и причем начал слушать еще с другими вокалистками. Не знаю, стоит говорить или нет. А были другие? Что вариант снуки мне нравится больше всего, это правда. Ну, извините, так получилось. Мне тоже. Я не старалась. Так, что сейчас будем слушать? Что у нас там второе? Какая песня у нас? Песня «Если» мы на нее как раз сняли клип. Хороший клип, мне понравился. Я смотрел на сайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я написал дневник, мыслими между строк, Помню в тот самый миг, мог, только не помог. Думала, но не знала Знала, но не сказала Долгая мечта рассох Но не хватило духа Выпадет в первый раз И сразу последний шанс Если не ты, то кто? Если не кто, то я Если не я, то что? Носит меня земля Если не мы, тогда Песня теряет суть А в наших паспортах Все надо зачеркнуть Память и твоя мать Сын не уговорить Будут напоминать В больное место пить И не переписать Свой бесполезный блок Все равно не сыграть Партию в телерак Ты, когда спросят смерть Умнись и не жалеть Если не ты, то кто? Если не кто, то я Если не я, то что? Носит меня земля Если не мы, тогда Песня теряет суть А в наших паспортах Все надо зачеркнуть Если не ты, то кто? Если не ты, то кто? Должны есть небесы Эти звезды Если не ты, то кто? Преклотит легкий вид Тяжелый воздух Если не я, то что? Это решат один из миллиардов Если не ты, то кто? Песня теряет суть Песня теряет суть А в наших паспортах Кто? Если не ты, то кто? Если не ты, то кто? Если не кто, то я Если не я, то что? Носит меня земля Если не мы, тогда Песня теряет суть А в наших паспортах Все надо зачеркнуть Если не ты, то кто? Если не кто, то я Если не я, то что? Носит меня земля Если земля в огне Если с огнями цирк Дела опять во мне Спичкой внезапно Чирк Очень хорошее сообщение пришло Точнее, два очень хороших сообщения Ну, вокал Нуке бесподобен Здесь, вы знаете, никаких Ну, как тоже мне открытий Действительно бесподобен А Нуке так скучно стало сразу Да, бесподобно, надоели И очень хорошее сообщение Самарской области Такое впечатление, что вы маразматик Вы это я, Игорь Уженька Я действительно маразматик Когда я сказал, что Серьезная орфографическая ошибка На официальной странице Вконтакте Группе Слот Маразматик Уженьков ошибся Он заходил на неофициальную страницу На официальной странице Все хорошо Так что приношу свои извинения Маразматик Мне все можно Ну, теперь самый главный вопрос Почему из директора сидит Ну, группа В общем, вообще пора уже То есть, казалось бы Если по телевизору не крутят Если подтанцовок нет Уже пора давно умирать Ну, в смысле Деньги должны кончиться какие-нибудь На какие шиши А нету Нету Прямой зависимости от Так сказать Показа по телевизору Молодежной группы И количеству денег Которые группы зарабатывают Я вот начал говорить о том Что у нас Львиная доля пиар-активности Происходит в интернете Потому что наша аудитория Всегда находится в интернете Не вся Вот, пожалуйста 95% Слот на маяке Спасибо Вот И, собственно Обо всех Новостях Обо всех движениях Которые у нас происходят Мы сразу же Чуть ли не в режиме реального времени Там в Твиттере В Инстаграме Который у нас недавно наконец-то появился Кстати Я про Инстаграм Вот Узнают Из интернета И, соответственно Рекламные кампании Концертов И в столицах В регионах Во многом проходит тоже В интернете Соответственно Люди об этом узнают Приходят на концерты В большом количестве И, собственно Вот таким образом И получается Что бизнес работает Вот Значит, если я сейчас Какую-то глупость скажу Вы меня поправляете Вспомните Что я маразматик Так что все нормально Значит, на планете Ру Это тоже ваш партнер Значит, я посмотрел Сколько вы собрали денег Я так понял Что на записи этого альбома, да? Или нет? Да, на записи этого альбома Да, это называется Модным словом Краудфандинг Совершенно справедливо Значит, вы Забивали цифру В 350 тысяч Рублев Собрали вы На сегодняшний день 402 тысячи Ну, уже закрылся акция Да, так как альбом уже вышел Ну да, вот сегодня Я видел, что вот собрали Нет, классно А, кстати, это долго продолжалось? За сколько? Ну, где-то несколько месяцев Месяца три, по-моему Месяца три или четыре, наверное Не больше, да Ну, нормально На самом деле Бардин собирал 500 тысяч Тоже месяца три-четыре То есть Вот примерно Уровень популярности Так что это хорошо Мы Записали альбом Мы сняли клип На эти деньги Карман Ничего не положили Благодарны очень Нашим акционерам Вот Люди, которые купили Значит, на планете Ру акции Посещение саундчека Перед презентацией альбома Вчера Пришли, значит В течение часа Стояли Наслаждались Эксклюзивные Совершенно Эксклюзивным Видением В метре От себя Группы Во время саундчека Такая Такой Обычно Закрытая история, да? Нет, 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 нет Антон, это абсолютно Открытая история Сейчас Билеты на саундчеки Продаются У нас такого опыта еще не было Нет, это В России Это вот новая история На саундчек, да Да Так же был Meet & Greet встреча с группой В гримерке На полчаса Там еще некоторое количество людей Которые купили акции На планете Вот Имели счастье вчера Встретиться Пообщаться с музыкантами Там Подарить им какие-то подарки Вот То есть Вот эта вся история с планетой Ру Она не только направлена на то, чтобы Нам Заполучить какую-то сумму денег Для того, чтобы Сделать альбом И снять клип Но еще и Сблизить Нас С нашей аудиторией С людьми, которыми нравится Наше творчество Не, ну это что ты знаешь, Антон Знаете, Антон Это мессианством отдает Все-таки Ну как Ну бизнес По-хорошему Бизнес и есть Ничего плохого У нас же шоу-бизнес Бизнес-шоу У нас же шоу-бизнес Причем шоу на первом месте Да ладно Первый, кто выпустил акции С своего творчества Это был Такой малоизвестный музыкант Как Дэвид Боуи Ну то есть он Дэвидом Боуи После этого не перестал быть Ничего страшного Нет, я просто за вас порадовался очень Когда узнал Когда я узнал Что это не спонсорский альбом Что деньги собирались С поклонников вашего творчества Это действительно очень классно Только у меня вопрос один Вот говорят Вот это там Такой-то там Продался Вот такому-то Ну не важно Компании еще и теперь Значит он связан Или там продюсеру Связан рукам и ногам А это вот не накладывает никакого отпечатка Нет? Потому что мы продались своим поклонникам Ну да-да-да Мы только поклонникам продаться Мы только рады Ну Во-первых, здесь не было такого Что мы собираем деньги Дайте нам денег Мы Чтобы мы реализовали эту пластинку Да Тут как бы за каждую акцию Люди получали какой-то презент Ну да Какой-то экшен Это встреча там Какие-то наши артефакты Там Два моих платья Из клипа из тура И ну вот Всякие такие движения Ну по уму все в общем Сделано было Ну конечно Это не просто деньги в пустоту За что-то За кота в мешке Это какие-то конкретные движения Деньги в пустоту Деньги в пустоту на другом сайте Собираются Не на одном Я скажу вас Без рекламы Так, но Самый главный вопрос Тяжелый Я к нему шел долго Я сегодня предупреждал человека Что я задам этот вопрос Мы сегодня с ним разговаривали Так Ну и как вам работалось С деятелем культуры Я значит Видел интервью деятеля культуры Кирилла Немоляева Который говорил про второй аккорд в куплете Он говорит Мне говорит прислали флешку Думаю Хорошо это ты работал Сидишь дома Тебе флешку присылают Как работалось ты с Кирюхой Ой да отлично На самом деле он нам очень-очень помог Мы как обычно Должны были уложиться Там за 3-4 месяца Произвести там И песни из себя И еще и записать их В общем все как обычно Вот И Он нам помогал сорганизоваться Чтобы мы не засиживались На каких-то мелочах А работали как-то крупными мазками И потом Примерял нас очень круто Друг с другом Буквально там Даже какие-то тексты Направлял русло В другую сторону Ну то есть Очень помогал Обычно Кирилл Немоляев сидел Вот как раз Обычно он мешает Нет что Он сидел именно здесь Всегда Мой друг большой И партнер Так Дорогие друзья Значит Сейчас мы отпиарим Ближайшие Значит когда вас можно будет увидеть И где В ближайшее время 30 ноября 30 ноября В клубе Стадиум Лайф Нас можно будет увидеть Выступающими На одной сцене Вместе с группой Скиллет Такая моднейшая Актуальная Команда Что еще Можно сказать Про 30 октября YouTube Music Awards А можно сказать Да Это уже в среду Кстати говоря Будет Значит Первая такая В своем роде Это то что Мне мешает клипы Смотрите Видимо да Видимо да Церемония вручения Наград YouTube Мы там будем выступать Вместе с другими Отличными артистами И собственно Вот Уже в среду Ребят Я не знаю Как будет продаваться Этот альбом Альбом продается плохо Мне бы хотелось Чтоб продавался он хорошо Чтоб денег вы и на этом заработали И вообще Чтоб побольше Побольше было у вас Спасибо большое Группа Слот Что слушаем Сочи Спасибо большое Спасибо Белые ночи Белые ночи Белые ночи Как надо Из Владимостока Москвы Владикавказа На санях Электричках Самолетах Камазах Летит и едет народ За здоровьем Железным Полет за нашу страну Для здоровья полезно Школота Пионеры Белые ночи Черные ночи Идет скорый поезд Из Питера Сочи Родина Рада Альбом Белада Мы сделаем все Значит так Гором Страна, пара, весов никуда Нигде, это зима Теперь он остал Где мы все привыкли греться Эй, хотите сыграть Финал в хоккей На просторе Окей Мы заморозим над ней Черное море Пу-у-у-у-у Но слабо не берите Пу-у-у-у-у-у Легко вам не горите Пу-у-у-у-у Что для немца смертельно Что для русского наутро Сильмота Синдром похмельный Белые ночи Черные ночи Идет скорый поезд Из Питера Сочи Родина Рада Альбин Пилана Мы сделаем все разрушить погону Белые ночи, черные ночи Идет скорый поезд, беспителен, сочи Мы сделаем все разрушить погону Что тут говорить? Простите нас, сочи Забыли вас спросить, а оно вам хочется? Как там живется на всероссийской стройке? Бессветных вечных пробках, почти на помойке Помоетесь в море? Эта услуга бесплатна, говорят у любого горя И страна обратная, смотрите, стадионы растут Отели отличные, и все деньги теперь тут Правда, не у вас лично 22.30 в Москве, студия с новостями Анастасия Юрьева Здравствуйте Подробности серьезного ДТП на западе Москвы Сообщили в столичном главке МВД Водитель БМВ у дома 6 по Багратионовскому проезду По предварительным данным Не справился с управлением Выехал на встречную полосу и следом на тротуар В результате он сбил четырех человек Которые стояли рядом с остановкой Сообщил собеседник РИА Новости По его словам, пострадавшим оказывают помощь Водитель отправит на медицинское освидетельствование Рыне поступала противоречивая информация По одним данным, четыре человека пострадали, когда машина въехала в установку По другим, людей сбили на пешеходном переходе По некоторым сведениям, речь идет о БМВ с чеченскими номерами Национальный аграрный университет Украины горит в Киеве В качестве предварительной версии пожара Называют умышленный поджог Об этом сообщили в милиции Площадь возгорания составляет ориентировочно 800 квадратных метров Огонь охватил четвертый и пятый этажи здания Как сообщается, обрушилась крыша И пристройка центрального входа корпуса На месте происшествия работает оперативная группа Кандидат в президенты Грузии, отправящий коалиции «Грузинская мечта» Георгия Маргвилашвили Который по предварительным итогам экзитполов Одерживает победу Поблагодарил своих сторонников «Мы показали, что мы свободной нацией И свободно можем выбирать того человека Который должен служить народу», заявил Маргвилашвили Он, согласно экзитполам, набирает почти 67% голосов На втором месте представителя прапрезидентской партии Единое национальное движение Давид Бакрадзе 22,2% На третьем экс-спикер, лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе 7,5% Ушел из жизни легендарный рок-исполнитель Экс-лидер группы The World Underground Лурит Об этом сообщает Rolling Stone Музыканту был 71 год Причина смерти не раскрывается Однако известно, что несколько месяцев назад Он перенес операцию по пересадке печени И о погоде в Москве Завтра возможны дожди Ночью до 9 градусов Днем до 13 тепла А сейчас российская столица Плюс 11 Новости спорта Студей Роберт Сагитов Российские атлеты в заключительный день Чемпионата мира по тяжелоатлетике В поиском в Рослове Выиграли три медали различного достоинства Нарустан Албегов Взял золото весовой категории свыше 105 килограммов Показав в сумме двоеборья 464 килограмма Бронзу выиграл дебютант сборной России Алексей Ловщев А Давид Беджанян Стал обладателем серебра в весе до 105 килограммов Суммы в двоеборье 405 килограммов По итогам первенства планеты сборная России впервые С 2001 года победила в общекомандном зачете Завоевав в двоеборье 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали Это лучший результат в новейшей российской истории А по общему числу наград 12 лучший результат во всей отечественной истории Сборная России по мини-футболу проиграла Бразилия в финале гран-при Основное дополнительное время матча завершилось в ничью 3-3 Для выявления победителя была назначена серия пенальти И точнее были хозяева паркета 4-2 В российской футболе, например, Лиги сегодня прошли очередные матчи 14-го тура В Казани местный Рубин принимал столичный локомотив Игра завершилась победой железнодорожников со счетом 2-1 Лока набирает 30 очков и вновь возвращается на вторую строчку в чемпионате Уступая лидеру первенства, питерскому зениту, 5 очков На столичной ЦСКА не испытал проблем в домашнем матче с Краснодаром Разграмив Южан 5-1, команда ведома Леонидом Слуцким Набрала 24 очка и сравнялась по этому показателю с воскресным соперником Который идет на четвертом месте Завершится тур в понедельник матчем Кубань-Анджи Челси не оставляет попыток заполучить 28-летним нападающим Манчестер Юнайтед И сборной Англии Уэйна Руни Об этом информирует Санде Стар Сообщается, что Синьи уже зимой предложат за форварда 35 миллионов фунтов стерлингов Летом Челси делал МЮ несколько предложений о трансфере форварда Но получал отказ Напомню, история с возможным уходом Руни из Юнайтед Получил свое начало в мае, когда Дэвид Мойс осменил Алекса Фергюсона на посту наставника команды Тогда футболист обратился к руководству клуба с просьбой продать его Но понимания не встретил Ну и в воскресенье Челси в рамках девятого тура английской футбольной премьер-лиги Обыграл соседа по турнирной таблице Манчестера Сити 2-1 и с 20 очками поднялся на второе место Опередев по дополнительным показателям Ливерпуль А лидирует арсенал у красных 22 очка На этом о спорте у меня пока все В студии был Роберт Сагитов Радиомаяк представляет 17 ноября в Москве остановится время Чувство одержит верх над механикой Революционное шоу от обладателя циркового Оскара Анатолия Залевского Ризома Тайм Виртуозная акробатика Экспрессивная хореография Потрясающие декорации и необыкновенные истории о силе любви Билеты во всех кассах города Ризома Тайм 17 ноября Крокус Сити Холл Вне времени, вне рамок Наедине с искусством Категория 12 Продолжается командный турнир по спортивной стрельбе из лука Динамично развиваются события на огневом рубеже Прекрасная погода Спортсмены оживлены Осталась последняя на сегодня команда Это новички в стрельбе из лука Поляков, Савельев и Кузичев Вряд ли им удастся показать убедительный результат К огневому рубежу приближаются Двое всадников С птичьими перьями на головах Лица их раскрашены Это что, индейцы? Индейцы поднимают луки? Да ведь это Кузичев, Поляков и Савельев Они берут в плен судью Простите, но мы вынуждены прервать наш репортаж турнира по спортивной луке Отпустышлено! Что вы думаете? Мужские игры В программе Профилактика Прямые трансляции по будням С пяти вечера ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 К сожалению, хочется сообщить новость, которую сообщать совершенно даже и не хочется. Вот так вот. На 72-м году жизни скончался человек, без которого современная музыка. Да не только музыка, наверное. Современное искусство было бы совсем иным. Умер Лурит. Так, ну, а мы же... Все продолжается. Дорогие друзья, человек в бумажной маске. Конкурс очень простой. Конкурс простой. Призы отлично. Во-первых, книги от компании Клевер, которые я не устаю пиарить не только по долгу службы. Но и потому, что мне нравится это издательство, мне нравится, что они издают. Мне как читателю и отцу заметьте. Также у нас есть прекрасный пропуск на два лица. Я не буду говорить, что это поезд Москва-Нижний Тагил. Нет. Это кинотеатр ИМАКС. Большой-большой экран. Там даже хоть что-нибудь маленькое показываешь, оно больше тебя в сто раз. Кинотеатр ИМАКС, пропуск на два лица, который действителен до 23-го числа месяца ноября. В общем, все вот это можно выиграть, победив в нашем конкурсе. Условия игры очень простые. Я зачитываю отрывок биографического или автобиографического произведения. Вы или сразу говорите, о каком человеке, великом человеке идет речь, а мы только про великих на самом деле. Вот. Если вы сразу не можете сказать, тогда, пожалуйста, задавайте мне три вопроса, я с удовольствием на них отвечу. Но помните, что вопросы должны формулироваться таким образом, чтобы я мог ответить, да или нет. Маленькое отступление сегодня от общих правил. Сегодня будет не... Это билетристика. Это литературное произведение, где довольно точно описываются реальные факты жизни великого человека. Но произведение литературное. Дребезг номер 4. На свет году. Уже в юности повезло. И поэтому любимым развлечением всегда оставалось... Кто он? Человек в бумажной маске. Нет, я не ухожу в себя, когда играю, я только перемещаюсь. Вот как в лифте. Ты разговариваешь в лифте с людьми и ничего особенного не замечаешь. А из-под ног уходит первый этаж, десятый, двадцать первый. Весь город остается где-то внизу, и ты кончаешь фразу, которую начал при входе. А между первым словом и последним пятьдесят два этажа. Я почувствовал, когда научился играть, что вхожу в лифт, но только, так сказать, в лифт времени. Не думай, что я забывал об ипотеках или молитвах. Только в такие минуты ипотеки и молитвы все равно, как одежда, которую я скинул. Я знаю, одежда-то в шкафу, но в эту минуту говори-не говори, она для меня не существует. Одежда существует, когда я ее надеваю. Ипотеки и молитвы начинали существовать, когда я кончал играть, и входила старуха. Вся взлохмаченная и скулила. У нее, мол, голова трещит от этой черной дыры музыки. Кто он? Человек в бумажной маске. Так, ну какие подсказки готов? Вот, действие происходит не в самой главной музыкальной столице мира. Есть несколько главных музыкальных столиц. Это происходит в городе, который был музыкальной столицей мира очень недолго. Сейчас там ничего особенного не происходит. И до этого не происходило. А в течение лет 30 это была такая музыкальная столица Европы. Вот такое. Вот, значит, это легендарнейший человек, которым снимают в фильме, в честь которого называют разные там штуки. Человек с очень красивым прозвищем. 728-7171, код Москвы-495. Вот, здесь еще в самом тексте подсказка, понимаете? Значит, во-первых, 52-й этаж он описывает. Да, 52-й этаж. В какой стране у нас? Может быть, это давно было. Этого человека не существует уже. Сразу говорю, не существует этого человека. Это первая подсказка. А вторая подсказка, что он научился играть. Весьма вероятно, что он картежник, бильярдист. На чем там еще играет? 728-7171, код Москвы-495. Ну что, никак? А величайший человек, между прочим. Величайший. Книжки, может быть, не величайшие от компании «Клевер», но очень хорошие. Фильм, который вы посмотрите, посетив по подаренному пропуску от радиостанции «Маяк», пропуск, который позволяет посетить кинотеатр в количестве двух лиц. Кинотеатр «Имакс» с гигантским экраном в кинотеатре «Сфера». Может быть, тоже будет фильм невеликий, но очень хороший. Нет звонков вообще. Никто не знает, что это за человек. Ну как же так? Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Да, все-таки, наверное, я старый маразматик. Вот так вот скажешь «Добрый вечер». Добрый вечер. Это говорит Игорь Ружей, гусрая станции «Маяк». Что бы вы хотели сказать? Как бы вы хотели ответить на вопрос? Да, ну, вы знаете, вот мне уже написали сразу из Ростовской области. Вот правильно написали. И кто, вот правда, немножко неправильно написали имя человека, который написал это произведение. Название произведения не написали. А, да, кстати, вот в этом литературном произведении вот этого человека, который ездит на лифте, его зовут именем одним. На самом деле это другой человек. То есть в реале у него другое имя было. И имя, и фамилия. Кстати, в книге даже, по-моему, фамилии нет. 728-7171, код Москвы, 495, что никто, да? Ну что, надо в Ростов звонить. Здравствуйте. Алло. Ну что ж такое-то? Ну ладно. Может, в Ростов позвоним, а? Давайте в Ростов. Вот наберите, пожалуйста, вот номер красивый, который кончается на 11. Вот мне бы хотелось поговорить с единственным человеком, который читал великую книгу про величайшего музыканта 20 века. Грустно девушке, как говорил Настап Ибрагимович. Вообще, этот человек прожил очень недолгую жизнь. Когда он умер, коронер написал по внешнему виду ему 50-55 лет. В момент смерти великому музыканту было всего 38. поскольку последние 20 лет он прожил на наркотиках, алкоголе. Так, кто у нас на связи? Добрый вечер, Татьяна. Ростов занят. А это не Ростов. А как вас зовут? Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А как вас зовут? Татьяна. Татьяна, а его как зовут? А можно вопрос сначала? Конечно, можно. Три вопроса. Три. Он умер довольно молодым. 38 лет был. Джазмен. Ну, конечно. И, наконец, называйте. Прозвище Пташка, имя не помню. Что, что, что? Так, книжку-то вы читали? Нет, у нас проходил недавно джазовый фестиваль. А у нас-то где, если не секрет? Саранск. Классно. Да, прозвище Пташка или Птица, Бёрд. Это... Чарли Паркер. Ну, слава тебе, Господи! А книжку не читали? Почитайте обязательно. Это... Нет. Это Хулио Картасар. Ну, как, в русской транскрипции почему-то Хулио Картасар. Вот. На самом деле, конечно, эта буква читается как У, Улио Картасар. Вещь называется преследователь. Там главного героя зовут Джонни. Книжка написана от имени несуществующего музыкального критика, который общается с Чарли Паркером с Джонни. Описывается несколько, буквально, несколько недель его жизни в Париже. Он в Париже прожил недолго. Париж после войны стал одним... На самом деле, одним из центров джаза Париж стал становиться еще в 30-е годы. После войны именно в Париже была вот вторая главная сцена Бопа. Вот. И одни из лучших своих записей Чарли Паркер сделал именно там. Вы правы. Это... Ну, поскольку, как правы, вы книжку не читали, вы не знаете, что его зовут Джонни, но я-то загадывал не Джонни, а Чарли Паркером. Поэтому книжка от компании Клевер ваша. Спасибо. А вам спасибо! Вот, дорогие друзья, понимаете? Ну, человек мыслит, человек сходил на джазовый фестиваль, что-то помнит, прозвище, бьет, птичка, пташка, понимаете? Когда ты слышишь вот человека, который, ну, время от времени интересуется музыкой, когда говорят Бёртленд, это не страна птиц. Бёртленд, это... Сначала это была сеть клубов... Сначала это был один клуб в Нью-Йорке, потом это была сеть клубов, джазовых клубов во всем мире. Вот, кстати, клуб Бёртленд был даже в России. Ну, не ходил в сеть просто. Вот. Когда говорят Бёртленд, это мир, который сделал великий саксфонист Чарли Паркер. Мне очень нравится история его образования. Он не знал нот, поэтому каждую мелодию он учил с любой ноты. Вот. Поэтому гибкость его музыкальная была просто потрясающая. Вообще, о нём можно говорить часами, но лучше его послушать. Послушайте. 28 октября, понедельник. Как я люблю её, когда она такая. Когда? Когда она человечная. Ха-ха-ха. Психолог Анатолий Дюбин. Добин вообще-то. Добин. Толя Добин. Психолог и психиатр. Молодой парень, который выбрал себе нелёгкую работу, придёт к нам в гости. Ивановый по будням с 11 до 14 на маяке. Дребезг номер 5. Так, так, че. Че-че-че-че. Чай, чемодан, чебуреки. Че-че боксары. Странным. Большой бестолковый словарь русского языка. Думай, что говоришь. Да, что-то действительно маразм на меня напал. Я вчера читал лекцию про то, как не надо говорить имакс, а надо говорить аймакс. Оказывается, я четыре раза кинотеатр аймакс назвал имаксом. Разумеется, не имакс. Вот мне тут пишут, к сожалению, неправильно ответ давали, что это про Сида Вишеса. Вы знаете, жизнь Сида Вишеса, она была не то, что короткой, ее вообще практически не было. Вот, у Сида Вишеса. Ну, не было у него жизни никакой. Книг про него написано, наверное, много, но литературных произведений нет. А вот Картасар, великий писатель, а великий музыкант. Но мы, знаете, к простому русскому языку, к русским словам обращаемся. Напоминаю, задача проста. Дозвониться по телефону 728-7171, код Москвы-495. Повисеть на трубке, по доброй русской маяковской традиции, выслушать от нас вопрос, что означает то или иное слово из обычного русского языка и своим русским языком это слово. Объяснить. У нас уже все было, да? 728-7171, код Москвы-495. А, вот, нашел у меня слова выписаны. Здравствуйте. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Я забыл, как вас зовут. Михаил, да. Так, Михаил, значит, есть у меня слово из французского языка и из древнегреческого. Вот вам какой больше нравится? Да, попал, наверное, я. Не, не попали. Все очень просто. Вот который из древнегреческого, там одним словом можно перевести, ну, двумя. Ну, в смысле, объяснить. Ну, давайте, как обычно, первое по алфавиту. Я алфавит должен знать. Ну, ладно. Значит, амвон. Это из древнегреческого. Амвон, ну, это в церкви амвон. Ну, я, по-моему, возвышение какое-то. С амвона проповеди читать, по-моему. Какой церкви только? В церкви, они бывают разные. Понимаете, в церкви адвентистов седьмого дня амвона нету. Ну, если древнегреческая, то, скорее всего, православная церковь. Совершенно справедливо. Ну, вы знаете, все, вы победили. Амвон, это в православной церкви. А в католической, в протестантской, в церкви баптистской, в церкви Христа последних дней. Долго можно перечислять. Ветви христианства. Это называется кафедра. Вот, вы победили. Зря боялись. Вам спасибо огромное. Дорогие друзья, вот, наконец-то, у нас есть победители в этой игре. А то несколько дней уже не было. 728-7171, код Москвы-495. Осталось одно очень простое слово. Здравствуйте. 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 А как вас зовут? Эдуард, меня зовут. Эдуард, ну... Набережный, челный. Эдуард, вам досталось слово сложнее. Его все знают? Ну, может быть, все знают, а вдруг я не знаю. Ну, вы же слышали слово неоднократно. Слово клика. Клика? Ага. Так, ну, это, наверное, сообщество. Скажем, такой коллектив. Ну, допустим, вот я и мадемуазель Лена. Вот это клика. Да? Ну, они все объединены, скажем. Да вы что, вы медленно так набираете, что ли? Вы набрали быстро, быстро прочитали. Нет, я сижу в машине еще до дома. Это я, знаете, это у меня каждый второй, это каждый второй так говорит. Ну, объединены чем? Объединены идеи. Какой? Какой-то плохой, потому что из советского прошлого, вы помните, что обычные клики были такие. Ну, например. Пиночеты его клика. Нет, не было Пиночета. Ну, примерно. Пиночет. Нет, Иосиф, вы знаете, Иосиф Бростита. Вы знаете, я вам не верю, но приз я вам отдам, потому что я вам объясню, почему. Вот объясню, почему не верю. Вы, может быть, научитесь тогда врать более убедительно. Хорошо? Потому что в обычном разговорном языке, а мы сейчас говорим на обычном разговорном языке с вами, да? Первое слово, когда описывается сообщество людей, да? Слово сообщество на ум не приходит. Поскольку в словарном значении, то есть если набрать клика в интернете, одно из первых слов появляется сообщество, вы его и прочитали. Понимаете? То есть если бы сказали компания людей, коллектив людей, но первый раз вы сказали сообщество. Да, потому что я так разговариваю. Вот вы знаете, я даже приз не буду брать. Почему? Вот. Ну, вы так меня подозреваете, но я... Ну и что из такого? Ну и что? Ну, подозреваю. Да, ну ладно, что? Вы знаете, вот все вот «Жигули» подозревают, все равно берут. И ничего, что вы, в самом деле, цель. Да, кстати, вот в пятнашке сижу. Ну вот, видите, ну ничего, тем более вам приз нужен. Ничего, все будет хорошо. А какой приз будет? Книжка хорошая. Возьмете книжку? Нет. Клевер. И Ксмо тоже хорошая компания. У вас дети есть? Да. Вот! Поэтому компания Клевер вам дарит очень хорошую книжку, которая поможет вам воспитать очень хороших детей. Добрых, ласковых. Спасибо. А, Игорь Владимирович, ты сразу такая... А нельзя с автографом? С вашим? Ну, я уже... Вы знаете, мне, честно говоря, ну, как-то стыдно. Ну, поверьте, стыдно ставить автограф не на своем произведении. Ну, правда. Ну, я же не... Нет, просто вот я вот, допустим, регулярно... Хорошо, давайте, давайте мы... Я даже два раза у вас выиграл книжки в ББС. Хорошо. В обязательство Иксмо. Хорошо, будет автограф, только давайте мы договоримся. Меня, допустим, и мадемуазель Лены. Вот так. Давайте, да, хорошо. Чтобы мне стыдно не было. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо вам. Продолжение следует... 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 В офисе коалиции «Грузинская мечта» празднует победу на президентских выборах Георгия Маргвилашвили, об этом сообщает «Интерфакс». По результатам «Экзитпол» Маргвилашвили набрал 67% голосов, кандидат от национального движения «Давид Бакрадзе» — 20%, Нином Борджанадзе — 7,5%. Празднование победы вылилось в масштабные колонны автомобилей как в Тбилиси, так и в Кутаиси.